Всем привет, дорогие друзья! У меня для вас сюрприз. Как вы, наверное, догадались уже, это обзор на палетку Love от Наташи Динона. И, конечно же, это вот такой макияж, который на мне. Обязательно покажу вам макияж. Прикольный, классный. Попробуем с вами все продукты. И вот она, эта красотка. Эта палетка розовая такая, гламурная и глянцевая. И вот так она выглядит внутри. Очень красивая, очень розовая, очень нежная и очень весенняя. Упаковка у нее тоже не менее красивая, картонная. Но, конечно, сама она просто предел мечтаний любой девушки-шипоголика. Классная. Я обожаю такие упаковки. Наташа Динона. Это просто One Love попадание на 100% в мою эстетику. И давайте немножко про палетку. Палетка это такой некий аналог палетки Face Palette. Глэм Face Palette от Наташи Диноны, собственно, выпущенный год назад. Примерно в то же время. Кажется, в феврале она была выпущена, да. И она в такой вот золотистой упаковке. Такая вот она вся из розового золота. Это прям розовое, а это розового золота. Такая очень-очень красивая и интересная. И вы, наверное, видели обзор на эту палетку у меня. Я ее обожаю. Она вот у меня уже очень такая часто используемая. По такому же типу сделано наполнение. Румяна и хайлайтер. И, собственно, 5 оттенков теней. Но если в этой палетке здесь 2 шиммерных или 2 спаркла, так скажем. Ну, 2 можно спаркла-шиммера назвать. И трое матовых теней. То, конечно, в лав палетке 1 оттенок шиммера. И многие были недовольны этим. Да, что всего лишь 1 оттенок она сделала. И могла убрать какой-то этот или розовый. И поставить шиммерный. Да, потому что все мы с вами гоняемся все-таки больше не за матовыми, а за шиммерными оттенками. Ну, на что Наташа своим подписчикам объяснила. И вообще, когда начались возмущения по этому поводу. Кстати сказать, совсем недавно начались продажи этой палетки. Я купила через Байера. И, видимо, на одном из сайтов типа Look Fantastic, где часто сливают раньше времени. Я не знаю, как это происходит. Я не сильно в этом, в этих продажах. В общем, на Look Fantastic такое бывает часто. И поэтому мне пришла палетка ровно почти в тот день, когда начались продажи официально в американских магазинах. И все блогеры американские начали, соответственно, делать видео. Вот. И у меня очень-очень-очень рано появилась эта палетка. Несмотря на то, что сейчас все заказывается через Байеров очень долго. А у меня вот она появилась. Я несказанно рада, что я не в числе 580-х сняла это видео, а хотя бы-хотя бы донесла вам одно из первых. Да, несмотря на этот трудный путь сейчас доставления косметики. Итак, значит, что сказала Наташа по поводу вот этого спаркла? Что он один. Почему он один? И почему она впихнула столько матовых? Она сказала, что она видит именно такое наполнение. Потому что если бы она убрала розовый, то не хватало бы в растушевке оттенков. Если бы она вот этот убрала, то тоже не хватало бы. Но по мне вот этот оттенок можно убрать. Якобы, что можно делать вот такое комбо спаркл и вот более такой персековатый оттенок для тех, у кого не такая холодная кожа. Ну или вот эту всю гамму использовать. Ну, в принципе, логично. И она еще сказала, что вот этот хайлайтер можно использовать как спаркл или как сатинтом на подвижное веко за место второго. Ну, в принципе, да. Но все равно хотелось бы получить спаркл второй, а не один спаркл. Это слишком скучно и слишком мало. Как вы считаете? Мне кажется, да, слишком мало одного спаркла. Хочется еще что-то такое, какое-то разнообразие, чтобы поиграться макияжем. Потому что как ни крути, вот этот оттенок, он все-таки основной. И мы пляшем с матовыми оттенками вокруг него. И будут получаться примерно одинаковые макияжи, плюс-минус там разной интенсивности. Но хозяин-барин, да, как скажем, сделала такое. И давайте тут посмотрим сейчас свочи. Спаркл невероятной красоты. И как заявляет Наташа, он у нее новый. Это новый, это новая формула. Он такой очень мокрый, очень влажный и очень красивый, конечно. И вы можете наблюдать его на подвижном веке. Бомба, оттенок классный. И я хочу таких оттенков у Наташи больше. Наташа, давай таких оттенков больше. Хватит этих матовых. Вот тут уже матовые. Хочется спаркл влажных, красивых, глянцевых. Так, ну смотрим оттеночки. Давайте спаркл, конечно, затестим самый первый. Ну, собственно, розовый такой красивый. И вы сами видите, да, какой влажный и красивый он получается. На моем глазу можете его лицезреть. Он, да, действительно блестящий. Так, дальше розовенький матовый. Оттенки достаточно мягкие, классные, ярко-розовые. Который я почему-то в видео все время называла фуксией. Он не фуксией, он просто насыщенный розовый. Вот такая троица. Очень, кстати, мне нравится эта троица. Очень красивые. И красивое сочетание тушуется между собой. Классно. Розовенький, соответственно, но совсем розовый, поэтому его тут на коже не сильно будет видно. Как раз то, что нужно. Он нужен для растушевки, чтобы эти оттенки классно в коже втушевались. И вот, в принципе, смотрите, ягодная красивая гамма. Мне очень нравится. Так, ну и, собственно, давайте посмотрим, что у нас вот здесь за дверцей. Здесь такая пластиковая дверца. Понятное дело, для чего? Для кремовых текстур. В глэм палетке уже такие же текстуры. Все сделано по аналогии. Но, скажу вам так, что румяны здесь совсем другие. В глэм палетке румяны более такие твердые. И они, вот знаете, тяжеловато набираются. Но в них есть свой прикол. Мне очень тоже нравится эта текстура. Надеюсь, она долго не будет высыхать. Здесь они прям муссовые. И вообще другая формула. Вот прям жирненькая, кремовая. Как будто я крем набираю. Вот посмотрите на пальцы, видите? Вот кремовая текстура. Но она потом преобразуется в муссовую. Вот все. Я чувствую муссовую текстуру, такую припудренную. Я не чувствую крема. Я обожаю такие гибридные текстуры. Очень удобно их наносить. И они потом не жирнят кожу и не отпечатаются. Они сливаются с кожей и долго держатся. В общем, красивый такой нежно-розовый оттенок. Барбишно-светлый. Но я бы сказала, что это, конечно, не барбишный, а больше такой а-ля корейский стиль. Они любят вот такие прям текстуры и такие оттенки, цвета. В общем, мне кажется, это прям корейский стиль немного попахивает. Так, ну и хайлайтер. Хайлайтер кажется достаточно таким сливочным. Он не кремовый, но он такой, знаете, тоже немного гибридный. Единственное, что сразу я посмотрела, ну, будет затираться. Поэтому его нужно реанимировать периодически скотчиком. Вы, наверное, знаете, да? Затершуюся текстуру скотчиком прилепляете и убираете. Я просто ненавижу затирание в косметике. Это прям моя боль. Вот такой оттенок. Видите, в упаковке он кажется желтым. Да, вы видите, да? И какой он на пальце. Хотя у меня кожа светлая. Но здесь он может желтеть. Но, опять же, на скулах он хорошо смотрится. Так, где он потерялся? Вот здесь где-то. На скулах я нанесла. Посмотрите, он достаточно нежненько смотрится, переливается. Вот, вот тут хорошо видно под лампой. Я не вижу здесь сильно желтого какого-то оттенка. Он с румяным классно стушивается. И, ну, очень хорошо смотрится. Вот, собственно, сейчас мы с вами сводчики посмотрели. И будем теперь переходить к макияжу. Посмотреть, как наносятся текстуры. И вот такой вот макияж я для вас создала. И приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится макияж. И немножечко по самой палетке. Да, ну я, в принципе, сказала. Больше я не знаю даже, что еще сказать. Самих теней и текстур здесь не так много. Поэтому все, наверное, сказано уже. Матовый тень, в принципе, ничего нового в стиле Наташи Динона. Но они достаточно пигментерные, хорошо тушуются. Сложностей в тушевке у меня не было. Да, я забыла вам вот этот же показать оттенок почему-то. Это такой мягкий и немножечко мягче он, чем вот эти розовые оттенки. Мягкий, персиковатый оттенок. Он, в принципе, очень красивый тоже. Я немножечко его сюда добавляла. Он, в принципе, классно будет гармонировать. Гармонировать именно вот так в этом комбо. Да, вполне. Без затемнения можно там, без стрелки, можно со стрелкой. Если вы хотите чуть более теплый макияж, да. Потому что вот этот все-таки более холодный будет получаться. Сейчас я вам нанесу его, чтобы посмотрели. А то мне кажется, что я забыла его показать. Так, ну вот такой он, да. Я, конечно, не любитель делать идеальные сводчи. Потому что зачем никому это, в принципе, вот это вырисование квадратиков не нужно. Вы видите, как он тушится. И так все понятно. Вот, надеюсь, вы меня не ругаете за неидеальные сводчи. Но я берегу время. Время это важно. Вот. Итак, переходим к макияжу. Итак, начинаем наш макияж с этой прекрасной палеткой. С этой красотой. И будет у нас такой красивый розоватый макияж, конечно же. Сейчас я уже затонировала веко просто консилером. И хочу на подвижное веко нанести базу. Это моя новая база от Wet n Wild. Она очень прикольная. И что самое классное, она бюджетная. И наношу на центр. Небольшого количества маленькой горошины хватает на два глаза. Стараюсь консилер и базу не смешивать. То есть я консилер наношу вот здесь. А на подвижное веко я все-таки наношу только базу, чтобы не получилось кашиться. Дальше. Я, как всегда, обычно пользуюсь какими-то сатиновыми светлыми пудрами или тенями. И вот здесь наношу. В данном случае сейчас я пользуюсь достаточно долгое время вот этой классной палеткой. Румян и пудр от Hourglass. От Hourglass. И они меня более чем устраивают. Любую можете сатиновую пудру взять и просто вот здесь припудрить, чтобы убрать липкость консилера. Ну и дальше мы начинаем с розового оттенка. Вот наш первый розовый оттенок. Вот этот первый розовый оттенок мы будем использовать. Беру пушистую кисточку вот такого плана. Мне нужно, чтобы получилась розоватая дымка, чтобы розовый не лег сильно плотно и сильно ярко. И с этой стороны по типу яблочко, по типу смоки айс. И немножко вывожу на висок. И то же самое на втором глазике. С внешнего уголка сначала. Поднимаясь на складочку. И потом растушевываю. Далее я также продолжаю работать с верхним веком. И я буду убрать уже более насыщенный такой оттенок фуксии. По насыщеннее, поярче. Здесь с этой палеткой можно работать как хотите. Можно только, например, розовый этот использовать. И вот этот красивый спаркл. И этого будет достаточно. Можете просто розовые тени нанести. В общем, как вашей душе угодно. Можно розовые нанести. А вот этим темно-вишневым можно сделать стрелочку. В общем, играйтесь как вам хочется. Экспериментируйте. Конечно, с этой палеткой много не проэкспериментируешь. Будут получаться около розового макияжа. Но эта палетка направлена на такой весенний розовый цвет. Итак, я дальше беру вот этот оттенок. И взяла чуть меньше кисточку, чтобы немного сделать глубины. Как вы видите, я сейчас крашусь немного непривычным для себя способом. Вернее, наверное, непривычным для вас. Что я показываю обычно. Я обычно показываю нанесение теней из подвижного века. Это мой самый любимый, классический, более удобный способ. Но таким образом я тоже крашу себя и клиентов. Это тоже очень прикольный, удобный способ нанесения теней. Форма смоки, форма яблочко. Когда мы от светлого к темному идем. Обычно с яркими какими-то оттенками я работаю примерно так. Или если я хочу сделать такую форму. В помощь я всегда беру более пушистую кисть. Для того, чтобы вот этот оттенок в складку. Для оттенка более ярче. Для растушевки уже и соединением со светлым розовым требуется более пушистая кисточка. Если вы будете работать только вот такой узенькой, прицельной кистью. То у вас много будет четких нерастушеванных линий. Сейчас я собираюсь нанести спаркл на подвижное веко. И еще добавлю, еще раз пройдусь базой. Только на серединку. Потому что у меня база уже подсохла. И соответственно у меня спаркл может не прилипнуть или лечь не ярко. Поэтому я вот прям сюда добавляю. Стараюсь аккуратненько, чтобы не нарушить слои розового цвета. Сразу пальчиком подтушевала. Так, ну и набираю наш прекрасный спаркл. Вот такой он розовато-бежевый. Можно пальчиком, но я спаркл не люблю затирать пальцем. Все-таки от пальца они затираются. То есть от жира на пальце, так скажем. Поэтому я предпочитаю все-таки не портить тени. Бережно с ними относиться. И наносить кистями. Кисти чистые. И не затирают все-таки так сильно спарклым. Иногда у некоторых блогеров или визажистов смотрю сильно затертые палетки. Но некоторые считают, что это признак частого использования. Значит визажист популярен или блогер. А я считаю для меня лично, что это немножко неэстетично. Косметика такая немного грязноватая. Не люблю грязную косметику затертую. Но когда я нанесла спаркл, в принципе я сверху могу добавить. Например пальчиком, если мне не хватает яркости. Но опять же не люблю пачкать, портить косметику. Мне достаточно такой яркости классно. И вот слои, которые немного нарушились, тушевались розовенькие. Я сейчас подобавляю еще раз после спаркла. Так, у меня тут был розовенький, а здесь фук. И чуть-чуть-чуть-чуть подобавляем. Я недавно показывала в телеграмм этот макияж. И он примерно сделан был так. То есть без добавления темного вот этого сливого, ягодного какого-то оттенка. Но мы можем так оставить и накрасить ресницы стрелку. Это будет такой немного по-корейски, корейский вариант макияжа. Вот. А можем добавить вот этот темно-вишневый. И так и так будет в принципе классно. Можно оставить даже вот нижнее веко не прокрашивать. Стрелочка и ресницы тоже будет прикольно. Давайте посмотрим. Сейчас все-таки добавим. На нижнее веко беру более маленькую кисточку, такую конусную. Ну, это хак ухода S142. И прохожусь вот таким образом. Если вы переживаете, что у вас на нижнем веке может получиться эффект заплаканных глаз, то наносите всегда оттенок розовый, более прохладный. Главное, чтобы он не сочетался с вашим синячком или какими-то покраснениями. Если он такого же цвета, вот прям такого же, то может вызвать покраснение. Но вот таких синячков и покраснений нет. Это достаточно холодные розовые оттенки. Чаще всего вот что-то вот такого будет, да, плана. Такого какого-то. Вот. А если это оттенки такие более холодные розовые, то они у вас не должны вызвать никогда эффекта заплаканных глаз. Микроколористика в действии. Так, ну и сейчас я, наверное, немножечко возьму фуксии. Я ее называю фуксия. Это вообще-то ярко-розовый. Это для вас. Чтобы понятно было, ярко-розовый будет правильно. Тени мягкие, классно, классно тушуются. Хорошие, красивые розовые цвета. У кого нет розовых цветов, смотрите, может быть, вам эта палеточка будет кстати. Так, ну и давайте мы все-таки вот этот используем. Хотя я хотела его оставить на стрелку. Вот я думаю, затемним или стрелку сделаем. Давайте сделаем этим оттенком стрелку без карендаша, вот прямым. Итак, беру маленькую такую кисточку. Это любимая моя кисточка от Зоева, 240-я. Я не знаю, продаются еще на сайте Зоева кисточки или нет. Думаю, да. Бренд достаточно долго шумел, лет так 7-5 назад. Был очень популярный. Все брали оттуда кисти, потому что это были одни из самых крутых кистей, наверное, после Мак считались на тот момент. Так, конечно, немножечко осыпается этот оттенок, потому что это не подводка. Сейчас я его уберу. Осыпается, потому что я его, естественно, тормошу туда-сюда. Это нормальное явление. Для более стойкого, конечно, результата нужна подложка под эту стрелку. То есть я вам бы советовала нанести какой-то такой бордовенький карандаш, а сверху, например, этими тенями для бархатности. Потому что, конечно, одними тенями это будет не стойкий результат. Просто хочу вам показать, как эта палетка в действии может быть. Я люблю обычно тенями подводить. Очень это мой любимый такой момент. Часто использую тени из палетки для подведения межресничного ряда, для стрелок. И на каждый день. Видите, маленький остренький клювик сделала, уже немножко такой и эффект другой. Ну, вторую сейчас сделаем. Хотя так прям миленько, да, без стрелки. А со стрелкой, ну, прям так немножко инстаграммненько. Мне вот такой вариант на каждый день нравится. И вообще я люблю такой для себя более мягкий вариант, потому что у меня форма лица немного с такими углами, да. И поэтому такой вариант мне сразу делает какой-то стервозный. Но иногда это нужно. Поэтому я вот люблю вот такой вариант. Два варианта можете сделать. Да, со стрелкой. И милашество такое. Ну что, вот такой у меня получился макияж. Такой немножко инстаграммно-корейский. Ну, как я и сказала, с этой палеткой можно сделать более такой нюнговый, нежненький. Сейчас я вот просто что-то модненькое такое захотела сделать. Ну, и мне кажется, мне очень неплохо. Я, наконец-таки, полюбила такую форму для себя. Сейчас я для себя делаю очень-очень аккуратно нижнее веко. Потому что, когда я только подведу себе нижнее веко темным карандашом, да, полностью, это совсем ужасно становится. Это такая какая-то женщина по вызову называется. И когда я чуть-чуть с этой стороны и отсюда клювик подвожу, а внутри я делаю светлый карандаш. Я сейчас, кстати, сделала светлый карандаш, такой персиковый. Это у меня Color Pop. Ну, вот такой персиковый. Очень классно он смотрится в такого рода макияжах. Потому что я не люблю оставлять слизистую голову. Она обычно такая, ну, неровного цвета, естественно, у нас у всех слизистая. И смотрится непрофессионально, когда у тебя вокруг красивый макияж, а внутри слизистая, непрокрашенная. Поэтому я всегда прокрашиваю листу либо просто нюдовым бежевым карандашом, либо каким-то цветным. В данном случае, мне кажется, прям прикольный макияж, который можно сделать просто на вечер, вечерний. И такой он модный, с модными такими у нас стрелочками, модными фишечками. И совсем не инстаграммного такого сложного или какого-то вызывающего вида. Вполне классно. Но можно и совсем прям нежненько сделать, как у меня было на первом году без стрелки. Давайте попробуем теперь наши румяна и хайлайтер. Я их пробовала уже. И они вообще очень классные, по текстуре нежные. Ну, такие они нежно-розовые. Если у вас кожа желтоватая, ну, можно попробовать. Мне кажется, неплохо будет тоже. В общем, здесь такой нежнянский вариант. Вот. Сама текстура, посмотрите, она очень... Она очень такая кремовая, но она превращается в мусс, когда вы наносите. И здесь нужно правильно подобрать кисточку, потому что натуральной кистью не очень набирается. Мне не понравилось. Вот такой синтетической, плотно набитой и кругленькой. Я до этого еще пробовала такой более вытянутой, факелообразной, которая более рыхлая. И она плохо наносит и растушевывает. Как-то неплотно у меня получалось. Здесь, смотрите, мне нравится. Вот. Красиво получается. Розовый здесь на глазах и розовый на скулах. Очень даже ничего. Но розовый, имейте в виду, такой холодный, такой вот корейский. Сейчас даже популярные румяна. Такие прям супер белесые розовые. Как раз вот а-ля корейский макияж. Вот. Видно. На, конечно, светлокожих девочках, на очень светлых. Будет прям очень бомбо смотреться. Так немножко холодить. Но у меня средний уровень кожи. Такой между средним и светлым. Не самый светлый. И, мне кажется, красиво. Конечно, эта палетка точно не для смуглых девочек. Сразу вам говорю. Насыщенная она, но не для смугленьких. Потому что все-таки здесь очень много холодных оттенков. Достаточно таких розовых и околорозовых. Да, на слое немножко. Потому что он такой прям светлый. Мне кажется, достаточно. Давайте попробуем хайлайтеры теперь. Хайлайтер, на первый взгляд, кажется таким достаточно желтоватым и сливочным. Но на коже он смотрится. Для хайлайтера я тоже пока еще не подобрала классную, правильную кисть. Но вот эта, в принципе, неплохая. Синтетикой набирать этот хайлайтер точно не стоит. Он не совсем кремовый. Он такой что-то между. Гибридная текстура. И он не очень синтетической кистью тушуется. А вот козочкой мягкой, вот по типу такой, он будет классно тушиваться. Смотрите, он накладывается на розовый румян и получается очень-очень даже прикольно. И на моей коже, несмотря на то, что чаще всего вот такого плана желтоватые хайлайтеры, они часто кажутся желтыми. Но нет, нормально. Такое обманчивое ощущение. Давайте немножко пройдемся больше, чем мне надо, хайлайтером. Хотя я уже давно нос, конечно, не подсвечиваю себе, тем более и клиентам нет. А вот, может, на фотосессии какие-то на фотосессии, да. Но немножко переборщила, давайте поменьше, а то он очень яркий. Нет, классно не желтит. Я вообще просто проверила, желтит или нет. Нет, не желтит. Так, еще можно во внутренний уголок этот хайлайтер, но там у меня клювик. Но я сделаю поверх с чем. Проверх и вот внизу. Проверх и вот внизу. Знаете, маленькое лирическое отступление. Когда я сделаю что-то подобное, почему-то в России, когда я иду просто в продуктовый магазин после съемок, все очень странно смотрят. Неужели нельзя привыкнуть, что это нормально, когда ярко или там средненакрашенный. Я понимаю, что обычные люди вообще не красятся в жизни, но сейчас очень развита тема блогерства, визажистов и так далее, которые красятся в повседневной жизни вот так. И меня это немного смущает. Всегда, когда я прихожу вот так, все смотрят. Я не знаю, когда это в России переведется. Мне кажется, в Европе, в Америке такого нет. Кто смотрит меня из Европы и Америки, девочки, скажите, так это или не так. Как в обычной жизни встречаете вы таких ярко накрашенных женщин или там молодых людей, не знаю, и пялиться на них или нет? Мне кажется, нет. Итак, на губы я сейчас нанесла прикольное комбо. Это продукты от Manly. Это моя новинка. Я в Телеграме и в Инстаграме показывала. Это новые помады, помады-блески от Manly. Вышли они в феврале. Но вот появились они в марте в магазинах. И у меня классный оттенок FK5. Он такой вот, смотрите, нежный цвет куб. Мне кажется, в этой коллекции это один из самых классных и таких нежных оттенков. И мне захотелось именно под этот макияж, конечно, под розовенький сделать. Посмотрите, классно смотрится. Помада очень мягкая. Ну, это как помада-бальзам. Конечно, сейчас, когда губы сухие, даже у меня, хотя их увлажняю, они немножко с корочками. И вот помаду нанесла вообще нету ни корочек. Очень мягко, приятно смотрится. И вот такой тюбик, видите, закрывается с магнитной такой защелочкой. И красивая она, конечно. Ну, прям уровень. И карандаш. Карандаш я под эту помаду подобрала. Это 01, по-моему, L101. У них самый светлый. И он прям, прям такой цвет губы, его прям не видно на губах. И я люблю именно под помадой блески, чтобы карандаша не было видно. Он создает объем, он немножечко там выравнивает контур, но из его не видно. Это не получается эффект 90, когда ты увлажняющую или блестящую помаду на губы наносишь. А у тебя контур виден, да? Я такой не люблю. И если подматывает, да, то под таким нет. Поэтому вот этот прям карандашик очень классный. Такой нежный. Если у кого очень темные губы, он, конечно, может слегка быть виден. Но на моих, достаточно пигментированных, все равно классно смотрится. Ну вот, получился у меня такой классный макияж. Такой по-весеннему нежный. И в то же время немножечко такой с акцентиками. Если вам понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Пишите комментарии. Я вернулась на YouTube и буду делать для вас макияжи и обзоры. Надеюсь, не пропаду опять. Но сейчас у нас весна, возрождение. У меня обычно в зимний период много дел. Нет вдохновения. Нет вдохновения ничего делать такого творческого. А сейчас прям появилось желание и творчество. И поэтому буду стараться для вас. Потому что я знаю, что очень многие ждут мои видео. И мне это очень приятно. Все, я закругляюсь и встретимся в следующем видео. Пока-пока.